2021 Через пару месяцев на том же месте боролись и наши девушки на чемпионате России по вольной борьбе среди женщин. В итоге сборная Бурятии порадовала земляков шестью медалями. Два золота, одно серебро и три бронзы. Я очень довольна, конечно, результатом. Это благодарно. Мы благодарны, конечно, в первую очередь нашим тренерам, которые работали, вложили в нас. Летом республику удостоилось провести еще один чемпионат страны, но уже по стрельбе из лука. Наши спортсмены порадовали земляков четырьмя медалями. Всего за 2021 год бурятские спортсмены завоевали 62 медали на соревнованиях российского и мирового масштабов. У Светланы Гомбоевой олимпийское серебро, а Михаил Асташов и Баир Шигаев привезли с Паралимпийских игр в золото и бронзу. Двукратный чемпион Паралимпийских игр! Здравствуй, город Ура! Помимо этого, в 2021-м 152 спортсмена из Бурятии вошли в состав сборных команд России. Также прошлый год запомнится открытием долгожданного регионального центра по стрельбе из лука. Он стал первым крытым лукодромом в России. Также совсем скоро откроется центр единоборств в 103-м квартале. Объект готов, он введен в эксплуатацию. Там все строительно-монтажные работы полностью от начала и до конца выполнены. Однако, объект еще не передан эксплуатирующей организации. Там еще не составлено расписание, не обеспечена соответствующая загрузка помещений. Поэтому, ну, то есть, это в любом случае процедура займет не меньше еще месяца. И мы планировали открыть в марте, если сейчас все пойдет хорошо с ковидом. Помимо достижений, министр поделился планами на 2022 год. В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» Бурятия получит 120 миллионов рублей на умные спортивные площадки. Там будут предусмотрены точки для включения Wi-Fi, видеокамеры, QR-коды на тренажерах, чтобы можно было, наведя на них, понять, как их использовать и какие упражнения на них можно выполнять. В 2022-м в Бурятии снова пройдут масштабные соревнования. Чемпионат России по тайскому боксу, который пройдет уже в марте этого года. Чемпионат Европы по боксу в июле. Байкальский молодежный форум в августе 2022 года. Алтан Мункуева, Юлия Максимова, телекомпания АТВ.